Продолжение следует... В России среди всех причин смертности женского населения рак груди занимает третье место после болезни системы кровообращения и несчастных случаев. В нашей стране ежегодно от рака груди умирает более 22 тысяч женщин. И с каждым годом смертность от этого заболевания растет примерно на 2%. При этом врачи утверждают, что именно этот вид рака, будучи выявленным на ранней стадии, в подавляющем большинстве случаев поддается полному излечению. Но сейчас пришло время представить наших гостей. Знакомьтесь, пожалуйста. У нас в студии Илья Фоминцев, директор Всероссийского фонда профилактики рака. Здравствуйте. И Татьяна Золотарева, заместитель главного врача Самарского онкодиспансера по профилактической работе и связям с общественностью. Добрый день. Всемирная организация здравоохранения заявила, инициировала проведение в октябре месяц по борьбе с раком молочной железы. И вот, собственно, это и явилось информационным поводом нашей сегодняшней встречи. Татьяна Геннадьевна, наверное, к вам. Вот цель проводимых мероприятий – мотивировать женщин следить за собственным здоровьем. Вот акции, которые идут в течение октября и так далее. Но не кажется ли вам странным, почему нужно вообще мотивировать людей следить за здоровьем? Ведь это так естественно, и это больше, чем человеку, наверное, никому не нужно. Конечно, вы правы. Очень удивительно и неожиданно звучит это – мотивировать на ведение здорового образа жизни. Но я хочу сказать, что в нашей среде, в нашем обществе забота о своем собственном здоровье, она, к сожалению, отходит, не стоит на первом месте. На первом месте у нас работа, карьера, семья, дети, достижение каких-то результатов. И порой мы забываем о том, что для того, чтобы добиться вот всех этих результатов, нужно хорошее, прочное, крепкое здоровье. И поэтому мы считаем своей необходимой целью максимально популяризировать формирование здорового образа жизни. И в частности, профилактику факторов риска, которые могут привести к развитию злокачественных новообразований. Есть ли смысл вообще в том, чтобы объявлять, например, какой-то месячник по борьбе с заболеваниями? День или как-то еще? Следующий коллегу. Дело в том, что, и отчасти проверка ее, дело в том, что напряженность в обществе сейчас на самом деле такова. Ну, я это говорю не на пустом месте, по той причине, что мы с такими акциями проехали уже 22 региона Российской Федерации, от Хабаровска до Наринмара. То есть география более чем заметная. В этом году у нас, например, будет классический вариант Калининград-Владивосток. То есть вот тогда мы можем сказать, что мы точно всю страну уже объехали. И в каждом таком регионе мы сталкивались с каким-то диким желанием людей обследоваться. На самом деле люди давным-давно готовы обследоваться. И всегда есть некий пул людей. Ну, предположим, я оценочно могу судить сейчас только, но я думаю, что где-то около 70% женщин, они реально хотели бы обследоваться, и не нужно их дополнительно на этом мотивировать. Но у них нет никакого такого катарсиса, потому что как бы то, что сейчас им предлагает современная медицина, в виде диспансеризации и в виде частных клиник, ну, это немножко отвечает не то, что они хотят. Во-первых, не у многих есть деньги на частные клиники, и немногие готовы к этим мытарствам, связанным с государственными поликлиниками, что, в общем, довольно очевидная вещь. Ну, потому что все же понимают, что диспансеризация не закончится за два часа, и надо обязательно будет ходить еще, 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 когда на это время выделять, что не ясно. И будет ли она качественно сделана, тоже неизвестно. И в этом, конечно, огромная проблема. Люди знают, что надо обследоваться, но у них нет никакого императива, у них нет никакой такой точки, куда им сказали, что, знаете, вот, так сказать, завтра вы можете сделать там-то, то-то. Вот если вот так женщине сказать, я вас уверяю, там будет, как лист перед травой. И не нужно дополнительно мотивировать. Ну, конечно, всегда есть очень-очень небольшая группа людей, которых вот что бы ты с ними ни делал, они все равно будут, так сказать, запущены. Такие, ну, 2-3% от населения в любой стране абсолютно, там, самые развитые, как бы, да, все равно будут. Вот с этим ничего поделать невозможно. Всегда, как банкологи друг другу, там, на конференциях демонстрируют страшные картинки про то, как, про запущенный рак, как это выглядит ужасно. И на самом деле все понимают прекрасно, что, так сказать, это не от того, что, так сказать, там, мы плохие или медицина плохая, и, хотя это тоже есть. А это потому, что, так сказать, вот такой тип есть людей, которые просто игнорируют полностью все симптомы. И наши мероприятия, конечно, направлены не на такой тип людей. Наши мероприятия направлены на людей, которые вот прямо сейчас думают, так сказать, как бы, и что бы им сделать, но им не хватает последнего толчка для того, чтобы просто встать, поднять попу и, как бы, сходить туда на обследование, да. Я хочу разделить два момента в нашей дискуссии. Они дополняют, взаимно дополняют друг друга. На мой взгляд, и по мнению, в общем-то, я думаю, что коллега со мной согласится, по мнению всех ведущих онкологов, тех, кто в мире, тех, кто занимается, в том числе и профилактикой злокачественных новообразований, не будет отрицать влияние факторов риска на возникновение того же рака молочной железы. Что касается непосредственно последующего обследования, я думаю, что это другой аспект. Любой дискуссии в системе здравоохранения – это вопрос повышения доступности медицинской помощи. Я думаю, наверное, это будет темой какого-то последующих наших встреч, последующих совместных работ, если хотите. А вот на данный момент, на мой взгляд, я бы считала необходимым именно в октябре сделать акцент на профилактике тех факторов риска, которые могут приводить к развитию рака молочной железы. Причем есть факторы риска, которые управляемые, и исключив которые из нашей жизни, можно существенно снизить риск развития рака молочной железы. Ну, я тоже хочу внести свой вклад в нашу дискуссию, потому что у меня вот есть, Илья, такие данные. Социологи выяснили, что 88% женщин знают о проблеме рака молочной железы и необходимости диагностики, но обращаться к специалисту в ближайшее время не планируют. Онкологи советуют проходить обследование один раз в год, но, к сожалению, у большинства опрошенных, по их словам, нет времени на посещение врача. И еще больше процентов женщин, 37%, не видят необходимости в диагностике, пока их ничего не беспокоит. Во-первых, любая статистика, если это группа репрезентативная, я допустил, что она достаточно репрезентативная. Вот эта фраза, что у них нет времени на посещение врача, она просто отражает те условия, в которых это оказывается. То есть, рабочий день полный. Мы прервем передачу с вами, возьмем трубку, позвоним в любую поликлинику, вы поймете, насколько это тяжело. Получать талончики, стоять за ними в очередях, ждать маммографии 2-3 дня и прочее, нервничать все это время. Поэтому да, у них нет времени. Если бы не была возможность прийти и обследоваться за один день, и не только на рак молочной железы, наверное, у них было бы время. Но это раз. Два, то, что если группа, предположим, женщин обследованных была в возрасте меньше 40, то, конечно, они не предполагают ничего делать. Если мы сейчас спросим 18-летних девочек о том, знают ли они раки, конечно, знают. Вот надо быть совсем глупой девочкой, чтобы не знать о раке молочной железы. Собирается ли она что-то делать? Нет, неправильно делать нечего. И пока делать 18 лет с этим. Факторы риска, о которых, говорит Татьяна Геннадьевна, они существуют, управляемые факторы, модифицируемые факторы риска. Но основную роль в развитии рака молочной железы играют немодифицируемые факторы риска, наследственность. А вот с этим ничего поделать нельзя. Да, действительно, есть модифицируемые факторы, такие, например, как алкоголь, который действительно повышает риск рака молочной железы. Это доказано. Не радикально, но повышает. Это такие вещи, как поздние роды. Такие вещи, как отсутствие кормления грудью. То есть, чем дольше женщина кормит грудью, тем ниже вероятность рака молочной железы. Шуммарно, примерно один год кормления как бы снижает риск рака на 7%. Я сказала, что этот месячник стал информационным поводом нашей встречи, но это, опять-таки, не совсем точно, а информационным поводом нашей встречи стало прошедшее в ближайшие выходные в Тольятти мероприятие. И, наверное, оно заслуживает того, чтобы о нем сказать. Хоккейный клуб «Лада» совместно с фондом профилактики рака провел необычную благотворительную акцию под названием «Вместе с «Ладой против рака груди». На матч чемпионата континентальной хоккейной лиги против словацкого «Слована» хоккеисты тольяттинской команды вышли на лед в розовых игровых свитерах. Это было сделано специально для привлечения внимания к этой необычной акции. Да, хоккей – мужской вид спорта. Но, прежде всего, мужчины – это люди, которые заводятся о женщинах. Поэтому сейчас, в октябре, когда весь мир проводит акцию о поддержке, это не совсем акция именно борьбы. Это поддержка, прежде всего, привлечения внимания к борьбе против такого страшного заболевания. Хоккеисты должны привлекать именно это внимание к женщинам, потому что мы должны заводиться в слабом поле. Участие спортсменов в тех или иных акциях, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, давно не новость. Точнее, это норма для иностранных спортсменов. Россияне же пока в своей массе на подобные вещи смотрят как на экзотику. Хоккейный клуб «Лада» предложил нам поучаствовать. Мы этому очень рады, по той причине, что такая инициатива, она, в общем-то, уникальна для России. И, насколько я знаю, по крайней мере, а я знаю неплохо, ни один спортивный клуб пока такого не делал. Вы в этом плане такие пионеры, первенцы, и, по-моему, это очень правильно и красиво. Каждый болельщик, который пришел 11 октября на хоккейный матч «Лада Слован», смог внести свой вклад в борьбу против женского рака. На собранные от продажи билетов средства и пожертвования жителей города Тольятти, одним из первых в России, будет подключен к системе раннего выявления рака, которую сейчас запускает фонд профилактики совместно с научно-исследовательским институтом онкологии. Для тольяттинских женщин будет проведена серия просветительских мероприятий по профилактике рака груди. Рак молочной железы – это то заболевание, которое можно выявить на ранних стадиях, и успех лечения напрямую зависит от того, как быстро и как рано выявлено заболевание. Остается добавить, что хоккеисты «Лады» смогли в этот день не только привлечь внимание к этой акции, но и порадовать болельщиков, одолев Слован со счетом 2-1. Это такая акция, я отношусь к ней позитивно, хоть какую-то маленькую помощь, поддержку, но и самое главное, что мы выиграли, хоть какие-то позитивные эмоции сегодня дали тем людям или тем женщинам, которым это посвящалось. Отрадно, что акция «Вместе с «Ладой против рака груди» не станет единичной. Скоро на «Ладо-арене» состоятся и другие благотворительные мероприятия. Почему, Илья, было принято решение провести именно такую акцию? Слушайте, ну это не то, что мы такое решение принимали. Дело в том, что для нас было совершенно неожиданно. Это не мы, а к нам обратился клуб «Ладо». Вы меня удивляете. Да, но я тоже удивился, когда я ехал на работу, ползвонок внезапно с утра от руководства клуба «Ладо» и сказали, что мы хотим такое мероприятие провести. И нас было очень удивительно, еще на фоне того, что это вообще единственный прецедент в России для российского спортивного клуба, участие в подобных акциях. Это нет ни одного спортивного клуба, который до сих пор такое делал в России. Да, в мировой практике это очень распространено. Да, в мировой практике такие случаи известны, и это достаточно известные футболы, и хоккейные клубы, и теннис. Вот у нас, к сожалению, хоккейный клуб «Ладо» может записать себя в историю, и заодно из историй российской медицины они первые это сделали в России вообще. По крайней мере, ни в других случаях неизвестно. А я достаточно плотно слежу за информационным полем в этой тематике. Во всяком случае, что касается профилактики и привлечения внимания к проблеме онкологических заболеваний. Ну, это однозначно, да. По другим заболеваниям, может быть, и нет, а вот то, что касается онкологических, да. То есть, что всем было понятно, хоккеисты «Ладо» решили присоединиться к мероприятиям по борьбе с раком молочной железы. Сделали это достаточно ярко, я вам должен доложить, и у них это просто получилось ужасно здорово. Во-первых, они сделали из этого такое шоу-событие, потому что они оделись просто в розовую форму. Это смелый поступок для хоккеистов, особенно на фоне как бы... Особенно для мужчин. Это действительно смелый поступок. И когда это делали представители каких-то зарубежных спортивных известных клубов, я думаю, они тоже набирались мужества, и у них тоже было немало сомнений. Потому что это очень мужественный поступок, на самом деле. Сделать это для своих женщин, как бы, так сказать, это очень хорошо. И они, на самом деле, обратили внимание всего города на это. Я вас уверяю, не так много инфоповодов, о которых вдруг неожиданно может узнать там разом миллион человек. Вот разом миллион человек об этом, это очень мощно, они очень здорово это сделали. А во-вторых, так сказать, что они умудрились сделать? Они, так сказать, передали в фонд на борьбу против рака молочной железы всю выручку от всех билетов. Так сказать, заключили соответствующие договоры, в ближайшее время мы эти средства получим. Мы, со своей стороны, эти средства гарантируем совместно, так сказать, с ОНП-центром. Мы эти средства реализуем, так сказать, в форме мероприятий по профилактике рака молочной железы в городе Тольятти и в городе Самаре. Мы действительно проведем мощную кампанию, которую люди увидят. Это будет очень заметно. Я имею в виду даже информационную кампанию. Мы сделаем большой продукт. И третье, что наконец сделал клуб «Лада», они наконец выиграли. И выиграли очень хорошо. Это теперь будет некий талисман, я думаю. Такая подсказочка, как выиграть. Но я так понимаю, что ребята вышли в розовой форме, с розовыми плюшками. Розовый цвет, если кто-то не знает, это цвет как раз-таки борьбы с раком молочной железы. Розовую ленточку надевают люди, которые участвуют в таких акциях. То есть ребята обратили внимание на эту проблему лишний раз. Слово «лишний» здесь совершенно неотражающее сути. Но, наверное, не только в этом была суть мероприятия. Что там еще было? Как вообще все это проходило? Мы смогли организовать там для посетителей матча фото-зону, где все желающие могли фотографировать в специальные рамки и выложить фото в Инстаграм с соответствующими хэштегами и таким образом немножко заверустить эту историю в СМИ. Мы устроили сбор средств среди посетителей матча. Те, кто хотел пожертвовать, они жертвовали. И, наконец, была еще третья активность. Был установлен такой компьютер, где можно было пройти тест на риски рака, и желающие это могли сделать. Желающие были? Были, да, были, конечно. Куда же без них-то? Вы представьте себе, там пришло 3,5 тысячи человек. Ну, если мы соберем 3,5 тысячи человек в одном месте, желающий найдется на что угодно. Ну уж, а на это-то, поверьте точно. Потому что здесь, я могу сказать, что тот тест, который мы запустили, так сказать, у нас на сайте, сайт называется ненапрасно.ру, это сайт фонда. Почему он так называется? Потому что у нас вообще слоган, так сказать, фонда «Живу не напрасно». Ну и, соответственно, сайт называется ненапрасно.ру. Там можно пройти тест. С тех пор, как мы его запустили, этот тест, на риски рака, его прошло уже более 150 тысяч человек. Это мы ничего не делали для его, так сказать, продвижения какого-то и что-то еще. А вот сейчас мы совместно, как бы, с онкоцентром будем здесь запускать на основе этого теста систему по формированию групп риска и, так сказать, по систему раннего, скажем, такого явления, по сути, на основе, как бы, так сказать, клиник города. Суть системы заключается вот в чем. Человек, который прошел тест, мы знаем, во-первых, его риски, он свои риски знает, это раз, и он знает, какие риски из этих можно бы дифизировать, а какие нет. Ну, это уже, в принципе, скажем так, повышает его созновленность, да? А дальше что ему решать? Но самое главное, что он получает, этот человек, который прошел тест, он получает абсолютно международно выверенные, так сказать, лично для него рекомендации по обследованию, которые ему нужны, да? Потому что очень мало кто, даже из онкологов, так сказать, я уже не говорю там про врачей общей практики, уже я не говорю совсем про людей, да? Знает, как нужно правильно обследоваться. Если мы сейчас с вами выйдем на улицу и спросим любого первого попавшегося, а как нужно вот рак выявлять? Он скажет вам что-нибудь, магические слова, типа онкомаркеры, МРТ или что-нибудь такое подобное, если, ну, мы попадем, так сказать, на образованного человека. И вот образованные люди, так сказать, говорят такую чушь. Онкомаркеры для раннего линия рака не нужны. Это продукт продвижения частных лабораторий, которые нам просто зарабатывают. И они из-под воль позиционируют эти онкомаркеры как средство раннего линия рака, а это точно не так. И любой онколог вам это скажет. Мы в этом тесте, в этих рекомендациях, так сказать, даем правильные рекомендации, как на самом деле нужно обследоваться, да? И вторым номером, что мы делаем, мы совместно с онкоцентром будем подключать к этому тесту клиники сразу, в которые можно как бы пройти обследование. Это будут и государственные, и частные клиники. Самое важное, что будет происходить в этих клиниках, так сказать, нами совместно с онкоцентром, будет осуществляться контроль качества обследования. Потому что без контроля качества обследования любые скрининговые мероприятия – это пустое абсолютно занятие. Вы можете прикладывать огромные усилия, как бы тратить огромные средства на то, чтобы вовлечь людей. Но если на конце этой всей истории сидит врач, который пропускает рак, то никакого толку от этого не будет. И поэтому нужно контролировать качество. И это не потому, что он плохой врач или любой человек может пропустить рак, даже очень хороший врач. Но этот процент, вот его там ложных диагнозов, он не должен превышать определенного уровня. Если он превышает, все, ну с этим надо что-то делать. Татьяна Геннадьевна, а вот в свете того, что говорил Илья, и в общем-то мы все согласились по поводу занятости того, что женщина часто не идет к врачу по той простой причине, что ей некогда и так далее, вот ведете вы этот новый проект, вот такой масштабный в общем обследование. А собственно, как это повлияет на то, больше времени у людей не появится? То есть как вы видите заинтересованность в этом обследовании? Я думаю, что здесь может быть речи о том, что нужно все равно создать условия, все равно создать какие-то мотивационные факторы для того, чтобы женщина пошла. Не просто провела анкетирование и выявила определенные риски по возникновению того или иного вида рака. Например, вот анкета предусматривает несколько выявления риска развития нескольких видов рака. Главное, чтобы женщина потом пошла на обследование, и это обследование провела. И это обследование было зафиксировано в лечебном учреждении, результаты этого обследования. И дальше пациентка должна непосредственно контактировать. Мы не говорим, что это пациентка, мы говорим о том, что это потенциально здоровая женщина. Когда мы говорим о скрининге, мы не говорим о пациентах, мы говорим о потенциально здоровых людях. Чтобы эта женщина четко соблюдала рекомендации по дальнейшему обследованию. Положено проходить маммографию один раз в два года. Вот это нужно четко соблюдать. Только таким образом. Отслеживать, да, это достаточно сложная, непростая задача. Отслеживать судьбу таких людей, кто приходит на скрининговое обследование и сначала на тестирование, а потом на обследование. Будем работать над этим. Я думаю, что постепенно мы сформируем определенный алгоритм, который будет понятен и для врачей, и для населения. Скажите, пожалуйста, я знаю, что онкодиспансер много лет работает над профилактикой. Видите ли вы реальные результаты? Стало ли больше случаев выявления? Стало ли больше желания обследоваться? Стало ли больше сознательности? И есть ли случаи действительно раннего выявления в силу именно профилактической работы? Случаи раннего выявления в результате профилактической работы, они есть, но они массовыми все равно не могут быть. Когда мы приходим в организованные группы населения, особенно женского населения, вот, например, у нас завтра будет в Красном Яру выезд наших онкологов с осмотром женщин, которые предварительно записались. Я уверена, что там определенная группа пациенток может быть кандидатами для лечения в нашем учреждении, либо у них будут выявляться какие-то доброкачественные образования. Такая ситуация есть, и такие пациенты есть, и мы каждый день с такими пациентами сталкиваемся. Что касается улучшения ситуации эпидемиологической по раку молочной железы, во всяком случае по выявлению ранних стадий, я здесь могу сказать однозначно. Из года в год количество таких пациенток, которые обращаются к нам, да, с диагнозом рака молочной железы, но первая и вторая стадия, это начальная стадия рака, они у нас, такие пациенты, постоянно увеличиваются. И у нас статистические данные по пятилетней выживаемости, это один из основных показателей в онкологической службе, количество пациенток, переживающих 5 и более лет, независимо от того, в какой стадии был поставлен диагноз ей рак молочной железы, у нас с каждым годом растет. И на сегодняшний день составляет 61%, в то время как по Российской Федерации чуть больше 50%. По поводу Российской Федерации, Илья, вы сказали, что вы проехали с различными акциями всю Россию, ну, практически все уже. Как на ваш взгляд, есть ли какие-то, не знаю, регионы, отдельно взятые города, где профилактика идет настолько эффективно, что не о чем беспокоиться, что люди обязательно все вовремя узнают, обследуются? Или это вообще в принципе невозможно? На самом деле любые профилактические мероприятия хороши только тогда, когда они снижают смертность, и неважно, какого они рода. Если для снижения смертности в деревне Коцепетовка вам необходимо комлать с бубном, и там будет снижаться от этого смертность, значит, когда комлать с бубном. Но, как правило, это не помогает. Поэтому, как бы, смертность надо измерять однозначно. И вот я, честно говоря, не знаю данные, как по смертности в Самарской области. Снижается, не снижается? Зависит от того, какой вы берете показатель. Если мы говорим о пятилетней выживаемости, по снижению смертности от рака молочной железы, у нас этот показатель снижается. Именно стандартизованный. И грубый, и стандартизованный. Ну тогда, значит, те мероприятия, которые они делают, они эффективны. То есть, если смертность снижается, значит, они эффективны. Так сказать, вопрос, насколько эффективны, насколько снижается. Вот, переходя к вашему второму вопросу, по поводу, есть ли такой регион, где, так сказать, уже наступил социализм, как бы, да? Нет, регионы сильно отличаются друг от друга. Сильно. И у нас вот даже в ходе акции есть такой показатель, мы охват маммографии так более-менее считаем, как бы, да? Есть регионы, в которые маммографии охвачивают очень хорошо. Например, как бы это Хантамансийский автономный округ. Там совершенно потрясающие показатели охвата маммографии. Там только 9% ее не делает регулярно. Очень, очень, очень много, очень мало людей. Вот. Но сказать, что там прямо идеальный доступ к, так сказать, профилактике, ну, не так нельзя сказать даже про Финляндию, где вообще считается единственным лидером мировых, как бы, по раннему или не раку и скринингу рака молочной железы. В тех же самых Хантах еще очень хороший проект идет давно уже по скринингу коваректального рака. Мы сейчас аналогичный проект запускаем в Санкт-Петербурге. Не знаю, насколько он будет успешным. Трудно пока судить. Он только-только сейчас готовится. В целом, ну, есть такая определенная зависимость. Чем регион, так сказать, богаче, если он, как бы, он донор, а не реципиент регион, да? Там, как правило, с ранним явлением получше, как бы. Но это не, так сказать, всегда так, конечно. Потому что даже если деньги в регионе есть, еще нужно уметь их тратить. Потому что если тратить их на, так сказать, ненужные вещи, ну, вот, так сказать, это будет комблайн и сбудем, а не скрининг и не профилактика. Да. Ну, я думаю, что, наверное, надо подводить какие-то итоги нашего сегодняшнего разговора. Я бы рекомендовал, так сказать, людям, на самом деле, сейчас пройти тест на сайте и зарегистрироваться в системе, тем, чтобы потом воспользоваться этой системой, когда мы наконец-то энкоцентром внедрим. Как бы пока пусть пройдут тест, узнают свои риски, зарегистрироваться всем, это просто занимает две минуты. То есть это всего лишь навсего, не нужно никаких талончиков, никуда идти, вот сидишь дома, так. Сайт называется Ненапрасно.ру, как слышится, так и пишется. Совершенно спокойно можно найти его, набрав фонд профилактики рака в Яндексе или Гугле. И, так сказать, за пять секунд вы найдете без проблем, так сказать, этот тест. Пройдете его еще за две минуты, и за две минуты пять секунд вы получите, собственно говоря, регистрацию в системе, которая, возможно, спасет жизнь. Спасибо большое за участие в программе. И, наверное, поблагодарим хоккеистов за то, что присоединились. Я прямо аплодирую стоя. Ну, то есть я сижу как бы и не аплодирую, но, тем не менее, мысленно аплодирую стоя, да. Я думаю, они услышат. Рак груди не та тема, которую обсуждают с подругами в кафе, и даже наедине с собой немногие женщины готовы вникнуть в эту проблему. Но раз в год, осенью, когда в мире проходят акции по борьбе с раком груди, стоит обратить все свои страхи, предрассудки, отбросить все это и провести обследование. Ведь регулярная диагностика позволяет сохранить жизнь. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова